Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет Цикл видеоуроков по тавсиру Корана Устаза Ирсина Амре Абу-Юсуфа Урок 17. Сура Аль-Бакара, аят из 51 по 54. Субтитры создавал DimaTorzok Это Аллах, по воле Аллаха Субхана Ва Тааля. Мы продолжаем наши уроки по тавсиру Корана. Мы с вами на прошлой неделе остановились на 50-м аяте Суры Аль-Бакара, где говорилось «Мы раскрыли море для Мусы мир ему, спасли вас и утопили фараона вместе с его окружением на ваших глазах». Далее Аллах Субхана Ва Тааля, продолжая напоминать Бану Исраиль, неспосланные им блага, говорит «Мы определили Мусе 40 дней» «А после, когда Муса уединился на 40 дней, вы начали поклоняться кельцу и сами себе причинили вред». Аллах Субхана Ва Тааля пообещал Мусе Алей-Иссалям не спасать Таурат. Мусе Алей-Иссалям в свою очередь тоже сообщил своей общине о том, что после того, как они по воле Аллаха преодолеют все трудности и испытания, он принесет им книгу от Аллаха, и это было обещание Аллаха Субхана Ва Тааля, Мусе Алей-Иссалям. В арабском языке слово означает «договариваться», то есть заключить двустороннее соглашение о чем-либо. Однако все ученые единогласно утверждают, что договор исходил от Аллаха Субхана Ва Тааля. В других краатах говорится, то есть мы обещали Мусе Алей-Иссалям, но не говорится о том, был ли это двусторонний договор или какое-то соглашение, потому что обещание исходит от Аллаха Субхана Ва Тааля, а Мусе Алей-Иссалям принимает это обещание. Таким образом, Аллах Субхана Ва Тааля дал обещание Мусе Алей-Иссалям. «Ты уединишься на 40 дней, пробудешь в одиночестве, а после истечения этого срока я дарую тебе таурат». И Мусе Алей-Иссалям донес это послание до своей общины. После того, как Аллах Субхана Ва Тааля спас Бану Исраиль от фараона и его зла, Мусе Алей-Иссалям для того, чтобы уединиться со своим Господом и в одиночестве совершать Ему поклонение, в течение 40 дней отдалился от своей общины. Он сказал «Я вернусь через 40 дней». В книгах по Атавсирам говорится, что 40 дней иудеи считали по принципу «День — это одни сутки, ночь — вторые сутки». Таким образом, спустя 20 дней среди иудеев начали распространяться слухи о том, что Муса умер и что он не вернется. Тогда человек по имени Самирий отлил кельца и сделал его божеством для иудеев, причем он сделал его таким образом, что он издавал звуки. Он отлил изваяние этого божества из расплавленного золота, которое Бану Исраиль забрали у народа фараона. Эту историю мы уже рассказывали. Иудеи избрали тельца божеством по той причине, что в той местности, куда они переселились, в местности Канан, в землях кананейцев, которые происходили от финикийцев, было распространено поклонение коровам. Их божеством была статуя человека с бычьей головой, с протянутой рукой. Иудеи, подражая этим людям, тоже сделали для себя подобное божество. После того, как они избавились от фараона и его зла, когда они воочию увидели могущество Аллаха Субханава Тааля, как море раступилось и как потом поглотило фараона, но спустя некоторое время, войдя в земли этого народа, они увидели, как этот народ поклоняется статуе тельца, и сказали, «О, Муса, сделай же и нам такого Бога». Муса Алейиссалям разгневался на них и сказал им, «Аллах Субханава Тааля только что спас вас, избавил от зла фараона». Вы видели могущество Аллаха Субханава Тааля. И эти события все еще свежи в вашей памяти, а вы, не успев толком оправиться от увиденного вами, тут же готовы поклоняться другому божеству. Здесь следует упомянуть один момент. В этом 51 аяте впервые встречается имя пророка Мусы, впервые упоминается это имя. А в предыдущих аятах имя Муса Алейиссалям не упоминалось. Муса Алейиссалям – пророк Аллаха Субханава Тааля, отправленный к общине Бану Исраиль. Имя Муса происходит от двух слов – «му» и «ша». «Му» в переводе означает «вода», а «ша» означает «дерево». Мать Мусы Алейиссалям положила его в деревянный ящик, обмазав его смолой, чтобы вода не проникла, и пустила по течению реки. Течение прибило ящик с Мусой к тому берегу реки, где росли деревья, и где обычно прогуливался фараон и член его семьи. Там, среди деревьев, и обнаружили ящик с маленьким Мусой Алейиссалям. Таким образом, имя Муса Алейиссалям, то есть «муша», образованы из двух слов «дерево» и «вода», что означает «найденный в воде среди деревьев». И его, соответственно, так и нарекли. Возможно, во время жизни у фараона в его дворце у Мусы было и другое имя. Аллаху известно лучше, потому что слово «муша» – еврейское имя, а фараоны не говорили на еврейском языке. И поэтому среди них Муса, возможно, был известен под другим именем. Таким образом, в отсутствии Муса Алейиссалям иудеи стали поклоняться тельцу. Оставшихся верными своему Господу осталось очень мало. В одних реваях говорится о двенадцати тысячах человек, в других говорится о семи тысячах человек, а остальные начали поклоняться тельцу. Харун, Алейиссалям, попытался отвратить их от этого дела, призывая их к верности Господу, но они не послушались его. Теперь, касательно слов Самирии, которые уже приводились выше, что он якобы взял почву из следов ангела и так далее, Имам Багави в тафсире говорит, что когда Мус, Алейиссалям, уединился для встречи со своим Господом, Самирий тайком последовал за ним и увидел, как ангел Джабраиль снизошел к Мусу, Алейиссалям, на верховом животном. И Самирий собрал почву из следов копыт верхового животного ангела Джабраиля. Но насколько достоверен данный реваят, известно лишь Аллаху. Возможно, это приводится из Исраилята. А слова Самирии, возможно, были просто словами сказанными для того, чтобы ввести людей в заблуждение и увлечь за собой. В целом, во многих тафсирах приводится, что Самирий — это человек, который принял религию Мусу, Алейиссалям, только для вида, а на самом деле он оставался неверующим в душе. Эти финикийцы, которых мы упомянули, поклонялись статуе Тельца, и под этой статуей их жрецы соорудили потайную нишу для разжигания огня. Когда жрецы разжигали в нише огонь, естественно, медь нагревалась. А когда люди клали на вытянутые руки божества своих детей и другие жертвы, они сгорали от жара раскаленного металла, и люди думали, что это свидетельство принятия божеством их жертвоприношения. Таким образом, жрецы обманывали свой народ. Об этом знали только священнослужители и скрывали это от основной массы народа. Самирий точно так же пускался на различные ухищрения, вследствие чего Абан и Исраиль стали поклоняться Тельцу. Они и сами себе причинили вред и стали предавать Аллаху сотоварищей, а о предании Аллаху сотоварищей в Коране сказано. Предание Аллаху сотоварищей, «ширк» есть великая несправедливость. Значение слова таково. Слово «зульм» означает неуместное распоряжение использования чего-то. То есть, когда они посвящают свои поклонения, которые должны быть посвящены только Аллаху, кому-то другому, то они совершают это поклонение не по назначению, а также второе значение слов. «У вас нет никаких оснований, никаких доказательств поступать так». Ученые пришли к выводу о том, что из смысла этого аята можно понять, насколько возвышена наша умма. Потому что иудеи видели такие видения, которые демонстрировали могущество Аллаха, видели, как раступается море, ведь не каждый способен выдержать, когда море раскрывается на твоих глазах. Море раскрылось, и уверовавшие в Аллаха прошли по дну, а нечестивцы, не уверовавшие в Аллаха, сгинули в пучине. Все это чудесные знамения демонстрировали могущество Аллаха, показанное людям. Они видели все эти чудеса, но, тем не менее, обманулись ничтожными словами Самирий и стали поклоняться Тельцу. А умма Пророка не делала подобных вещей, и Аллах Субханава Тааля уберег эту общину от приравнивания Аллаха к творениям. В целом и в нашей умме были такие люди, которые уподобляли Аллаха творениям. И умма Пророка – это община, находящаяся на истине, и Аллах Субханава Тааля, хоть и не показывал нашей умме такие чудеса и знамения, какие показывал общине Муса, алейиссалям, мы не заблудились, как они. Например, прошло более тысячи четырехсот лет с тех пор, как Пророк, саллаллаху алейвасалям, покинул наш мир. Но Ахлю Сунну Аль-Джамаа, находящаяся на истине, хвала Аллаху, не впала в подобное заблуждение. Ну а община Бану Исраиль, возле которой находился их Пророк, видела, как фараон был утоплен в море, и тем не менее стала поклоняться Тилёнко. Это первый момент. Второй момент. Из этого аята мы понимаем, что вера и убеждения человека должны основываться на доказательствах. В их убеждениях не было доказательств, или, как мы говорим, таклида. Они верили без доказательств, что является неправильным в вопросах имана. Есть некоторые моменты, касающиеся дозволенности или недозволенности токлида в имане. А токлид – это слепое следование. Что значит слепое следование? Это, например, когда я говорю, что я мусульманин, потому что мои родители мусульмане. Отсюда следует, что если бы мои родители были бы христианами, то я тоже был бы христианином. А если бы они были буддистами, то я тоже был бы буддистом. Такая вера в корне неправильна. Она не считается правильной верой. Эта община сделала то же самое. Они увидели, как один народ поклоняется идолу и последовали за ним, начав поклоняться теленку. Такой токлид в религии недопустим. И к тому же, если вера человека основывается на конкретных доводах, он не рискует попасть в сети различных сомнений и не заблудится. Поэтому человек должен основывать свое вероубеждение на конкретных доказательствах. К тому же, мы знаем, что эти аяты были как бы поддержкой и успокоением для пророка, алейхиссаляту вассалям. Каким образом? Пророк, саллаллаху алейхиссалям, призывал людей к истине, к прямому пути. Кто-то принял его призыв, кто-то не принял. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, как сказал Аллах Субханава Тааля в Коране, болел душой за свою умму. Иногда от того, что ему говорили, у него сжималось сердце, как сказано в Коране. Твое сердце сжимается от сказанных ими слов. Аллах Субханава Тааля говорит пророку алейхиссаляту вассалям, не переживай сильно и не изводи себя. Бану и Сраиль, имея возле себя пророка, поступили подобным образом. Пусть не мучает тебя поведение этих людей, в то время как другие, видевшие мои знамения воучию, поступили еще хуже. Через это прошли все пророки до тебя и дали в таком смысле. Далее иудеи очень много спорили с пророком, саллаллаху алейхиссалям. Ведь они были людьми Писания и говорили, у нас в книге сказано так, что ты на это скажешь, и подобные слова. Аллах Субханава Тааля через пророка, саллаллаху алейхиссалям, говорит Бану Исраиль. В спорах вы утверждаете, что вы обладатели Писания и мудрости, но посмотрите на свои дела. Вы до того опустились ниже всех, что стали поклоняться Тельцу. И этими словами Аллах Субханава Тааля показал им их место. Далее Аллах Субханава Тааля говорит, «Затем мы простили вас, может вы будете благодарны». То есть Аллах Субханава Тааля простил их грех. Что касается прощения греха, это будет более подробно изложено в следующем аяте. И сейчас, иншаллах, мы расскажем об этом. Муса, алейхиссалям, уединился для того, чтобы получить таурат от Аллаха Субханава Тааля. И в это время его народ начал поклоняться Тельцу. И этот поступок стал злом для них самих. Но от их поступка у Аллаха Субханава Тааля ничего не убавится. То есть Аллах Субханава Тааля не становится совершеннее от поклонения творений. И ничего не убавится у Него, если творения станут неверующими. И польза и вред от всего этого только нам самим. Аллах Субханава Тааля напоминает, что Он простил их грех. Это главное благо упоминается в этом аяте. В свое время мы даровали Мусе Писание и Фуркан, чтобы вы встали на истинный путь. Под книгой и словом Фуркан, по мнению одних ученых, в аяте подразумевается одна вещь – книга Фуркан. В аяте сказано «Мы даровали Мусе книгу и Фуркан», что означает «даровали Мусе книгу, которая есть Фуркан». Одно из значений слова «Фуркан» – различающий, отделяющий. «Отсюда вытекает смысл. Даровали книгу, которая различает, отделяет ложь от истины». В арабском языке есть такое выражение. «Я видел льва и дождь». «Видел льва и дождь». Под этими словами подразумевается «я видел человека храброго и щедрого». В арабском языке щедрого человека называют «лайс», то есть он подобен дождю и приносит пользу окружающим его людям. «Лайс» переводится как «лев» и означает «смелый, храбрый». «Я видел дождь и льва» означает «я видел человека, в котором сошлись эти два качества». Слова «мы даровали Мусе книгу и Фуркан» можно понять, как «это книга, и она помогает отличать истину от лжи». Это первое мнение. Второе мнение гласит, что Фуркан – это нечто отдельное от книги. Это аяты, чудеса и знамения Аллаха Субханава Тааля, дарованные Мусе Алейиссалям, подобно посоху или нашествию на египтян лягушек, когда Бану и Сраиль еще пребывали в Египте. Или же, как сказано в Коране, «кровавый дождь» или «нашествие блох». Все это знамения, дарованные Аллахом Субханава Тааля, Мусе Алейиссалям, в качестве подтверждения истинности его призыва. Есть еще одно мнение о том, что «фуркан» означает «победа», «помощь». В Коране Аллах Субханава Тааля говорит, «это сказано о битве при Бадре». И под словом «фуркан» здесь имеется в виду тот день, когда Аллах даровал победу. Битва при Бадре явилась самой ключевой и самой первой в истории ислама битвой. Если бы мусульмане не одержали победу в этой битве, то они потеряли бы свое лицо перед язычниками, и те уничтожили бы их. Поэтому пророк Алейиссалям, когда делал дуа, говорил, «О Аллах, если эта община потерпит поражение в этой битве, то на земле не останется того, кто будет поклоняться тебе». Аллах Субханава Тааля назвал этот день «фуркан», то есть «днем победы». Отсюда следует следующий смысл. Мы даровали Мусе книгу и фуркан, то есть «победу». Есть еще и другое мнение, но большинство ученых не берет его за основу. Это разделение, раскрытие моря, когда морские воды раступились в стороны. Аллах Субханава Тааля таким образом перечисляет свои блага, которые он даровал Бану Исраиль. Далее Аллах Субханава Тааля говорит, «Тогда Муса сказал, «О моя община, вы стали поклоняться Тельцу и тем самым обманули сами себя». Буквальный смысл «сами себе причинили зло». Теперь покайтесь и убейте сами себя, и это будет благом для вас перед вашим Творцом. Аллах Субханава Тааля принял ваше покаяние, потому что он, принимающий покаяние, милосердный. Здесь описывается история, которая произошла после того, как Муса, алейиссалям, принес фуркан, то есть Таурад. Он увидел, что его община стала поклоняться Тельцу, что люди стали поклоняться идолу Тельца и сильно рассердился. Приводят его слова, сказанные младшему брату. Эти слова, иншаллах, будут приведены в аятах последующих сур, где он спрашивает у Харуна, алейиссалям, почему он не остановил людей. Потом он наказал Самирий, а статую Тельца, которую он сделал, сжег и утопил в море. После этого Муса, алейиссалям, обратился к своей общине. О, моя община, вы сами себе причинили зло. В чем проявилось зло? Тем, что стали поклоняться статуе Тельца. Покайтесь перед своим Создателем. В целом покаяние Тауба делается только перед Создателем и не перед кем больше. Здесь он повелевает людям покаяться перед Создателем. Например, если человек не покается сердцем, то это будет покаянием перед людьми. Когда он выходит перед людьми и объявляет, я покаялся в таких-то поступках, в таких-то делах и так далее. Но в сердце у него нет покаяния, и поэтому это будет считаться покаянием перед людьми. Мы скажем, такой-то покаялся. И как бы мы принимаем это, потому что мы делаем выводы из внешних признаков. Но это не будет считаться покаянием перед Аллахом. То есть покайтесь перед Создателем. Пусть ваше покаяние будет искренним и не перед людьми, а перед Аллахом. А слово Бари – это один из атрибутов прекрасных имен Аллаха Субханава Тааля. Оно означает Создатель, что подразумевает создание чего-то без изъянов и недостатков. Следовательно, Аллах Субханава Тааля – творец, создающий без недостатков. Можешь ли ты увидеть какие-то недостатки в творениях Аллаха? Он говорит, покайтесь перед Аллахом, который причист от недостатков и создает творения без каких-либо изъянов. Аллах причист от всяких недостатков. А вы оставили того, кто причист от недостатков и начали поклоняться истукану тельца. А что такое телец? Арабы используют образ коровы для подчеркивания глупости и говорят «глупый, как корова» и тому подобные слова. Эта община тоже употребляла подобное сравнение. И поэтому Муса Алейиссалям говорит, вы начали поклоняться корове, символу глупости и тупости, вместо того, чтобы поклоняться Аллаху, который сотворил эту корову и причист от недостатков. Убейте сами себя, говорит далее Мусор Алейиссалям. Здесь имеется в виду, чтобы те, которые остались верны завету с Аллахом, убили тех, кто начал поклоняться тельцу. Слово «анфусакум» в прямом значении означает «сами себя», но тут подразумевается убийство идолопоклонников теми, кто остался в единобожии. Например, Аллах Субханава Тааля в Коране говорит «И если вы входите в ваши дома, приветствуйте себя». Но здесь имеется в виду «приветствуйте друг друга». Слово означает «убейте друг друга», верующие идолопоклонников, или же идолопоклонники друг друга, потому что человеку нелегко убить самого себя. Ученые говорят, для того чтобы их покаяние было принято, они должны были убить друг друга. Согласно мнению ученых, это было общее требование для всех. Но другие говорят, что в предыдущем шариате, для того чтобы Тауба Муртада, вероотступника, было принято, его надо было казнить. Они ведь стали муртадами, начав поклоняться другому божеству, и тем самым вышли из религии. Например, согласно нашему шариату, если один человек убил другого, то убийца будет казнен, если родственники убитого не простят его. Он может покаяться, возможно, Аллах примет его покаяние, иншаллах. Но если родственники убитого настаивают на месте, то он обязательно будет казнен, или же человек, который совершил прелюбодеяние после заключения брака. Его приговор – смертная казнь. Это приговор перед Аллахом – смерть. Он может покаяться, его покаяние, иншаллах, примется Аллахом, но его приговор таков, и он должен быть казнен. Точно так же, в их шариате приговором для муртада была смертная казнь. Поэтому он сказал «убейте друг друга». В своих тафсирах ученые также говорят, что причиной для повеления верующим убить тех, кто стал идолопоклонниками, явилось также и наказание для самих верующих. Среди них могли оказаться их родственники и близкие люди, и поэтому это было непростое убийство. Но почему пришел такой приказ? Потому что община Бану-Исраиль, это приводится в хадисах Пророка, предостерегала и осуждала своих соседей или близких, если они совершали какие-то проступки. Но бывало, что они не осуждали и продолжали общаться с ними, словно ничего не было. То есть они не призывали к благому и не отвращали от грехов. Поэтому Аллах Субханава Тааля приказал им убить грешников. В этом есть благо для вас перед вашим Создателем. Убийство, по сути, вред. Но одно дело, когда ты понесешь наказание в Ахарате, а другое, когда ты понесешь наказание уже в этом мире через казнь. Смертный приговор – это зло, вред. Но он не бесконечен. Голова отрубается, душа выходит, и все заканчивается. Но наказание перед Аллахом длится бесконечно. И поэтому Аллах Субханава Тааля говорит, «Для принятия вашего покаяния Аллахом такой поступок для вас является благом. В этом для вас есть благо». Аллах Субханава Тааля принял ваше покаяние. Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Количество ставших едалопоклонниками было очень большое. Согласно некоторым реваятам, количество приговоренных к смертной казни было 70 тысяч человек. Когда эти люди были приговорены к смерти, Мусс Алииссалям и Харун Алииссалям сделали дуа – «О Аллах, прости им, иначе эта община исчезнет. Прости же им их грехи». После чего Аллах Субханава Тааля принял покаяние оставшихся и простил им грехи. Если бы они все до единого были казнены, то из 600 тысяч человек, изначально бежавших от фараона, мало кто остался бы. Потому что, согласно некоторым реваятам, число оставшихся верующих составляло всего 70 человек, а по другим реваятам – только 12 тысяч человек. Остальные все стали едалопоклонниками. Если бы они все были казнены, то община Бану Исраиль прекратила бы свое существование. Что такое 12 тысяч человек? Другие племена мигом уничтожили бы их. Поэтому Мусс Алииссалям сделал дуа, попросив у Аллаха прощения. Аллах принял его дуа, простив грех отступников, а также принял покаяние остальных людей. Поэтому в предыдущем аяте мы же читали, «Мы простили вас, может, вы будете благодарны». То есть Аллах Субханава Тааля не позволил казнить всех после приведения приговора в исполнение над некоторыми. Аллах Субханава Тааля принял их покаяние, и на этом все закончилось. Иудейская община избежала массового истребления. Потому что Аллах Субханава Тааля – принимающие покаяние. Слово «тауб» означает «принимающие покаяние». Сколько бы человек не совершал грехи, если он после них сделает таубу и искренне раскается, Аллах Субханава Тааля не перестанет принимать его покаяние. И Аллах Субханава Тааля – милосердный. О том, что происходило с ними иудеями, дальше и какие события им пришлось пережить, мы рассмотрим на следующем уроке.